Всем привет, с вами я, Тойбой, и сегодня мы играем вот в такую вот замечательную майнкрафтерскую сборку. Я её немножко обновил, добавил сюда террарию, крафтилэнс, все те игры, которые вы просили меня поиграть в комментариях. И да, сегодня мы начнём с Noob vs Pro, уже как-то по традиции, наверное, потому что постоянно начинаем с него. И мы открыли новую главу с вами в прошлый раз, главу Pro. И давайте смотреть, что же за прикол у нас тут с этой Pro главой. Так, мы устроили побег. Понятно, хорошо. Оу, смотрите, какие-то новые апгрейды у нас появились. Давайте, наверное, себе подкачаем скорость вращения меча, допустим. Скорость бега, броню тоже надо подкачать. Благо у нас много денег, мы сейчас можем неплохо так влить их на прокачку. И давайте, наверное, под конец ещё раз прокачаем скорость вращения меча. И, в принципе, всё. Отправимся в наш первый забег. Так, и что же нам надо делать тут? Ага, на Е мы бежим, на вот эту кнопочку мы атакуем. В принципе, ничего сложного, но... Ой, какая тут гигантская орда зомби. Воу. Мне кажется, мне не хватит мощности, если я так и дальше буду сражаться с таким большим количеством зомбарей. Так, а я могу как-то подпрыгнуть наверх? Смотрите, там койка, там печка, блин. Жалко, что я не могу прыгать в этой игре. Хотелось бы залутать там всё и посмотреть, что же нам выпадет, но, походу, не судьба. Так, пробираемся свозь коробки и... Тормоз. Всё, это всё, на что нас хватило. Обидно. Так, давайте ещё тогда немного подкачаемся. Мне кажется, надо качать энергию, потому что без энергии как-то вообще плохо мы идём. Так, давайте ещё один забег сделаем. Дрит, стыц, стыц. Бежим, бежим, бежим. Размахиваем мечом. Всех вокруг уничтожаем. Всех убиваем. Хорошо. Ну, за Нубика было поприкольнее играть, просто потому что там была тележка, и на этой тележке было достаточно забавно пробираться через всякие разные туннельчики на карте. Но, в принципе, за про тоже прикольно играть. Благо, что в игре есть хоть какое-то разнообразие. Тебе не приходится постоянно играть на одной несчастной тележке. Ты играешь ещё и за вот такого алмазного паренька с пока что обычным мечом. Кстати, странно, а можем ли мы как-то апгрейднуть наш меч, чтобы он из железного превратился в алмазный? Я хочу себе алмазный меч. Так, мы заработали ещё 300 голды и реклама. Ну да. Самое странное, что я просто не мог никак отключить эту рекламу, потому что я вначале пытался запустить эту игру без рекламы, но она мне такая говорит, для загрузки главы тебе нужно включить рекламу, так что быстро вруби её. И мне пришлось всё-таки её снова подрубить. Так, мы сейчас прокачали себе сапожки. Смотрите, как мы быстро двигаться стали. Йоу! Вот это чётко! Блин, надо сапожки качать и энергию. Мне кажется, это два таких классных бафа, которые реально нам будут давать результат. Благодаря которым мы сможем всё больше и больше зарабатывать баксиков. Так, ломаем ящики, за них дают деньги. И всё, в принципе, у нас уже чуть-чуть остаётся энергии, поэтому... Так, а что за вот эта молния? Хм, она не нажимается. Так, а зомби почему не умирал? Что? Ну, мы даже до половины пути сейчас не дойдём. Сейчас вот на этих коробках встрянем и всё, как бы. 416 долларов этот раз мы заработали. Ну, давайте... А-а-а! Хотел сказать, давайте прокачаем своего персонажика. И тут мне сразу вылетела реклама. Давайте качаем ещё раз сапожки и давайте напоследок энергию вкачаем. И в следующий раз уже продолжим играть в Noob vs Pro с вот такими вот прокачками. А сейчас отправимся в следующую игру. И вторая игра в нашем списке долгожданная террария. Очень много комментариев было по поводу поиграй, поиграй в террарию. И наконец-таки у меня дошли до неё руки. И что-то какая-то долгая загрузка тут. Давайте-ка я паузу поставлю. Ой, я как будто бы сейчас в симуляторе загрузки находился. Это нереально просто, сколько долго у меня грузилась эта игра. Жесть. Так, я сейчас быстро настрою управление. Не уверен, что у меня всё правильно получится. Так, ну, хотя нет, получилось. Отлично. И я вам признаюсь честно, я никогда не играл в террарию. Я не знаю, что в ней делать. Вот правда вам скажу, признаюсь как есть. Можете меня судить за это, можете меня бить за это. Но единственное, что я здесь знаю, так это то, что тут можно пилить деревья. И этим я сейчас и займусь. Ой, там какой-то слайм на нас нападает. Но у нас тут есть какой-то друг, судя по всему. И, как видите, он нас защищает. У, чётко. Давайте немножко дерева попилим. Попробуем что-нибудь скрафтить. Посмотреть номерок, что у нас тут вообще заспавнилось, что тут имеется. Ещё я, зная про эту игру, скажу вот прям... Наверное, я сейчас максимально неправильно и не точно. Это то, что вроде как она недавно обновилась. И причём вышло какое-то прям лютое обновление. Все снова начали играть в террарию. Все снова начали в неё заходить. И вроде как это обновление связано с эксперт-модом каким-то. Я вот точно не знаю. Короче, игра очень сильно усложнилась. И из-за этого люди стали по-новой в неё играть. Так, давайте сейчас себе хату построим какую-нибудь такую небольшую. Оба-боп. А как нам скрафтить дверь? Тут же есть крафт. Ой, что я сделал? Так, вот инвентарь. Как-то здесь можно было заходить в крафт. А, кстати, вот у нас крафт есть. Стол можем создать. И всё, что ли? Давайте факелы сделаем. Почему бы нет? Так, как мне факел взять, поставить? Хорошо, поставили первый факел. Давайте второй вот здесь воткнём. Просто потому что можем. И, блин, что-то я не могу понять. Как мне дверь, допустим, ту же самую сделать? Древесина. Можно поставить материал. Непонятно, короче. Ладно, давайте немножко погуляем по карте. Может быть, мы что-нибудь здесь раздобудем. Что-нибудь узнаем новое про этот мир. Так, только я бы хотел себе какое-то оружие взять в руки. Всё-таки, наверное, здесь опасно ходить без оружия. У меня столько много всяких разных объектов, и я не понимаю, что именно они делают. Ой, птичка была. Ну, ё-моё, я спугнул птичку. О, она возвращается. Давайте мы её сейчас шлёпнем. Она же не сможет долго летать. Ей надо же приземлиться. О, грибочки собираем. Прикольно. Так. О, слайм. Не, всё, птичка, ты победила. К сожалению, я до тебя не доберусь. Я лучше со слаймом здесь сейчас повоюю. О, мы получили три медные монеты и гель. Ай! Больно. Сколько у нас здоровья? А, 100 хпшек, слушайте, ну мы жирные. Мне кажется, мы много таких ударов сможем вытерпеть. Так, прыжок. Знать бы, что ещё тут за всякие объекты имеются. Ну, такое, не особо понятно. Грибочек. Я его скушал, 15 здоровья восстановил. Понятно. Так, могу переключиться на факел, могу переключиться на меч. Угу. Так, это что? Только целиться, целиться и использовать. Непонятно, но ладно. Так, ой-ой-ой. Какой-то фиолетовый жирный слайм. Так, мне кажется, я его не смогу победить. Ай, 13 хп снес за удар. Не, нафиг пошёл отсюда. Я убегу от него. Так, и мне кажется, вниз мне вообще не вариант спускаться. Потому что если я сейчас спущусь вниз, то я там умру. У меня ни факелов нет, ничего. Так, давайте синего слайма замочим. Эй-эй-эй-эй. Иди сюда. Ай-яй-яй. Как же мне больно. Ай-яй-яй. Чё же они такие... Жёсткие. Я играю на самом лёгком уровне сложности, и мне уже сложно. Так, синий слайм до нас допрыгнул. Фиолетовый тоже, но мы его скинули. Оу, 35 медных монет заработали. Интересно, куда мы можем их потратить здесь? Было бы прикольно узнать это. Так, ну я тебя добью всё-таки. Либо ты, либо я. Кто-то из нас умрёт сегодня. Я грибочек скушаю и вернусь сейчас. Ай-яй-яй-яй. Оп-оп-оп-оп. Уворачиваемся. Ай, блин. Да почему я не достаю до него? Ау. А ну, остановись. Блин, там ещё зелёный слайм сбоку подходит. Почему я так мало урона наношу? 10 монет меди всего лишь. Я с синего слайма больше получил. Ой, ну нафиг. Я ухожу отсюда, ребята. Террария прикольная игра, конечно, но сложная. Пишите мне вообще в комментариях советы по игре, если вы разбираетесь в ней, конечно же. А я уже буду, следуя вашим советам, что-то новенькое стараться делать. Но пока что я не знаю, как скрафтить даже элементарную дверь, чтобы у меня появилась своя собственная хата. У меня есть вот этот вот чувак, но я не особо понимаю, что... А, с ним разговаривать надо. Ну ладно. Ребятки, давайте пока что остановимся с Террари. Как-нибудь в следующий раз поговорим с этим Коди. Вроде как так называется. А сейчас отправимся в следующую игру. Так, ребята, я не понимаю, что происходит. Я сейчас зашёл в Локи Крафт, и у меня пропали все миры. И это, возможно, связано с тем, что недавно эта игра обновлялась. В ней что-то, видимо, видоизменилось. Ну, реклама, как видите, всё ещё осталась. А, что за чёрный экран? Ну, давайте в параметры зайдём. Мне что-то не нравится, что здесь ни музыки, ничего нет. Куда это всё пропало? Оно же раньше тут было. Увеличение сложности. Давайте на максимум поставим. Мы всё равно играем в лёгкий режим. Так, размер кнопки не то. Яркость, дальность прорисовки, поле зрения. Скрыть ГПИ. Непонятно. Вообще не ясно. Короче, Локи Крафт обновился. И мне кажется, здесь поменяли текстуру в очередной раз. Наверное, уже в тысячный раз здесь меняют текстуру травы. Смотрите, теперь она какая-то такая более выраженная. Овечек поменяли. Они раньше были с более тупым взглядом. Сейчас их, конечно же, ничего не переплюнет. О, новые коровки. Так, давайте подбежим к ним. Я сказал, подбежим, а не подползём. Так, ну, коровкам, судя по всему, добавили хвостик. Его раньше не было. Такого длинного. Так, и что у них с лицами? Посмотри мне в глаза, коровушка. Ну, в принципе, лица, как и в обычном Майнкрафте. Блин, было бы здорово, если бы в этом обновлении добавили возможность найти где-то здесь в этом мире деревню. Я очень хочу жить где-то рядом с жителями. Ну, что в Майнкрафте, что в Локиккрафте. Мне попадаются постоянно деревни, где мёртвые жители. Или же их вообще нет. Здесь, как видите, пока что я ни одну деревню вообще в принципе не встретил. Ой. Да задолбались своей рекламой. Остановитесь. Так, опять чёрный кран. Да что такое? Ну, походу, что-то забагали они игру. Давайте мы попробуем лошадь оседлать. Ой, она не хочет приручаться. Ну-ка, иди сюда. Я тебя приручу. Эй, давай, приручайся. Лошадка. Ты будешь моей. Не хочет она. Так, ну-ка, а так. Во, приручилась. И смотрите, нам надо на неё найти где-то седло. По-хорошему, чтобы мы могли ей управлять. А седло у нас должно быть где-то здесь. Нет? Нет? Всё ещё не здесь. Вот тут должно быть седло. Давайте его найдём. Оп. Нашли седло. И давайте албазную броню ему наденем. О, вот это вообще шикардос будет. Так, и как нам выйти из этого меню? А, наверное, вот так, да. Так, открываем меню нашей лошади. Блин, я седло выбросил. Уф. Так, ладно, сейчас давайте быстро его снова вернём. Снова зайдём в нашу лошадь. Мы её оседлали? Эм, судя по всему, нет. Вот теперь да. И мы можем кататься! Уи-и-и! У нас алмазная лошадь. С классным седлом. Теперь мы можем бороздить просторы Майнкрафта. О, нифига себе. Сколько тут животных наспавнилось. Смотрите, ослики даже есть. Надо было осла приручать. Ё-моё, чё же я сразу не подумал. Мне кажется, в этом обновлении добавили гораздо больше спавна животных. Потому что раньше в Локикрафте такого не было. Раньше животных было очень тяжело найти. На текстурке, кстати, очень прикольно сделали. Вот прям, если смотреть на ту же самую траву, она очень классно проработана. Мне кажется, не зря разработчики старались. Меняли что-то. Так что да, если вам не хватает денег на Майнкрафт, и если вы хотите поиграть в какого-то более-менее достойного клона Майнкрафта, то залетайте в Локи Крафт. Мне кажется, эта игра всем понравится. Здесь много всяких вещей можно делать. То же самое, что и в Майнкрафте, в принципе. Так что да. Сейчас давайте закончим с этой игрой и отправимся уже в следующую. О, я пытался зайти в Lost Miner. Это новая игра. Мы ее в первый раз должны были проверять на нашем канале. Но смотрите, что мне выбивает. Что-то пошло не так. И когда я нажимаю Restart, мне снова выбивает ту же самую ошибку. Я уже даже Wi-Fi включал, выключал Wi-Fi. И игра просто-напросто не хочет запускаться. Поэтому давайте, наверное, на следующий раз ее оставим. И сейчас я пойду в следующую игру. И следующая игра в нашем списке называется Crafty Lens. Еще один какой-то странный клон Майнкрафта. Давайте сейчас попробуем... Ааааа, интернет нужен. Хотел сказать попробуем загрузиться, но походу не судьба. А нет, все-таки судьба. Потому что вроде как я смог загрузиться. Единственное, я пока не особо понимаю, что есть... Что здесь в этой игре? Вау, нифига себе, у нас дрель тут. Нереальная какая-то. Патри блок одновременно выкапывает. Так, а это что за фигня? Оу Магический посох Который все делает Точнее все превращает в лаву Серьезно? Или тут под всеми Блоками находится лава Это очень странный мир, ну ладно Короче, здесь очень много карт Всяких разных в этой игрушке Но некоторые карты, к моему большому сожалению Все-таки надо покупать Я сейчас зашел в бесплатную Блин, я не хотел стрелять Правда вам скажу, я не хотел стрелять Зашел на бесплатную карту и давайте побегаем Здесь посмотрим, что к чему, что есть Что Пока что, в принципе, неплохой дизайн у игрушки Она интересненькая На планшете, мне кажется, в нее одно удовольствие Будет играть, я вот, как видите, на компе Испытываю трудности небольшие Иногда сам по себе выстреливаю Что не есть хорошо, я просто беру и ломаю Карту, ну вот сейчас давайте выстрелим Мне просто надо пройти Главное не упасть сейчас Все хорошо, прыжочек И в самый низ мы падаем Ладно Так, ой, чувак Как у тебя дела, нормально? Давай мы тебе поможем В лаву упасть Ой, мы, кажется, его убили Так, а еще раз если выстрелим Бам! Прикольная игрушка, слушайте Так над жителями баловаться, мне кажется Всем понравится Биу! Улетел Дрыц! Все, ладно, хватит на ним издеваться Давайте посмотрим, что тут еще имеется Ну, мы, короче, не только рушить можем Вы не думайте Вот, смотрите, тут есть всякая разная Большая разновидность Точнее, большая разновидность блоков Всяких разных других объектов Можем вот сюда дверь поставить, запилить Открыть, пройти в нее Как бы все доступно, все легко Это люк Да? Так, а что тут еще имеется? Стулья, кровати Двухместные кровати Боже! Ставь лайк, если тоже мечтаешь о двухместной кровати Я все детство мечтал Займеть такую кроватку у себя В квартире Но, к сожалению, у меня не было Брата Который бы мог бы Занять второе место на этой кровати Так что, да Это грустная история Но, так Давайте не будем грустить У нас тут есть также деревья Всякие разные Декоративные И по блокам Давайте тоже Небольшой экскурс проведем Что тут имеется? Всякие разные виды блоков Это кусты, что ли? Да, слушайте Даже кусты есть Разноцветные причем Так, ну и разноцветные блоки Которые, мне кажется Каждому понравятся Каждый из них сможет построить То, что захочет И, да В этом плане Игрушка, как видите Достаточно интересная И необычная Ой Мы сломали блок случайно Так Я как понял Мы, судя по всему В какой-то деревне Смотрите Тут есть куры Есть даже свинки Вот самый настоящий фермер Который что-то растит Ну, прикольно Так, а тут у нас что? Ты кто такой? Это, судя по всему Защитник Так И когда мы по нему нажимаем Он начинает прыгать Прикольно Так И давайте еще немножко побегаем О, это башня Я хочу посмотреть Что тут наверху Этой башни Вообще Сверху Как город выглядит Интересно Вот Узнать было бы Так, давайте запрыгиваем Ну, блин Из-за тумана Ничего не видно Просто кругом Всякие разные дома И вот это какая-то арена Судя по всему Короче Игра Очень классная Но плохо что в ней Все в дыму Постоянно Да, это судя по всему Какая-то арена Тут дерутся люди Вот это вот трибуны Здесь люди сидят И смотрят на то Как другие люди дерутся Короче, прикольно Ладно Давайте остановимся Эта игрушка А то я не устану Повторять, что она прикольная И отправимся уже В следующую игру Ля, какой у нас Прикольный персонаж Боже Я балдею с этой игры Следующая игра В нашем списке Называется Skyland И, наверное Я зря ее запустил Потому что я Не отключил рекламу Так, все Вопрос с рекламой Был решен Сейчас давайте Создадим себе Новый мирок Выберем режим Сурвайвл Имя мира Пускай будет ЦВЦ Почему бы, собственно, и нет Так, мир у нас создан И давайте попробуем В него загрузиться Сразу говорю Это 2D-шный клон Майнкрафта И он Очень сложный Вы вот не поверите Мне с первого раза Но когда попробуете Сами в него поиграть Вы все поймете Потому что В 2D Играть в режиме Skyblock Очень невыносимо Сложно Так, давайте я Сразу скрафчу Себе доски Оп Просто-напросто Как бы их забрать А, надо просто На кнопочку Крафт нажать Так, давайте Выставим себе Вот тут вот Балочки Повсюду Чтобы у нас Росточек не упал Я уже играл в эту игру Вы, наверное, помните Те, кто следил За моим каналом И видел эту сборку Эту игру В сборке То вы, наверное, помните Что в прошлый раз Я вскопал дерево Добыл все как надо Но проморгал Росточек Он просто-напросто Упал вниз И я остался без дерева Здесь на целом острове Это жестко, ребята Советую вам Внимательно Росточки подбирать Во Наконец-таки Нам выпал росток Ой, какая музыка Здесь громкая Ё-моё Так, я потише Чуть сделаю А то вам, наверное, Долбит там Так, эть Ну, ладно Мы уже не будем пытаться Доломать остатки Дерева Блин, самое обидное Еще тогда было Что из всего Обилия ростков Которые мне могли выпасть Мне Не выпал ни один росток С дерева Так И тот, который я мог поймать Он упал вниз Это было очень обидно В именно том прохождении Но в этом Квите я все Более-менее правильно Пока что делаю Давайте вскопаем Еще Кактус Господи, сколько ростков Мне уже Деревья некуда сажать Так, а могу я как-то Вот тут снизу Вскопать Древесину Точнее, не древесину А землю Чтобы Потом ее поставить Куда-то вбок Потому что вот такое Большое количество Земли Нам тут не нужно Нам надо ее вскопать И поставить Немножко по краям Чтобы мы могли Еще больше деревьев Посадить И тогда мы Наладим Производство Древесины На нашем острове Это очень важно Для Скайблока Это прям 90% успеха Если у вас есть дерево Если у вас есть камень То вы можете Продолжать развиваться И продолжать Строить всякие Разные плюшки На вашем острове Так, давайте Соберем Хорошо Так Подбираем еще раз Так И я, наверное Чуточку вниз Перемещусь Я не буду, наверное Прям сверху строиться Долго подыматься Долго мучиться Оно мне не надо Хотя, блин Если я не буду строиться Сверху Я потеряю траву И, блин Сложный выбор Ну и вскопать землю Я эту теперь не смогу Она вниз упадет А, я нубик Я опять все запорол Дурацкий Скайблок Дурацкое прохождение Так, ладно Подымаемся вверх С Семью Единичками дерева Ой, точнее Земли И давайте сейчас попробуем Да, блин Почему так плохо прыгает Мой персонаж Давайте я на Е поставлю прыжок На На Ку поставлю Движение А, нет Лучше вот сюда В Вот сюда Ку Вот сюда Е Все, ребят Сори, что вы На это Сейчас Время свое потратили Я просто-напросто Хотел настроить себе управление Чтобы вот Так быстренько все строить И не мучиться Хорошо Давайте теперь заглянем в сундучок У нас здесь Как видите Имеется Вот эта вот Шиняга В виде Как она называется Лава, да И лед И нам как-то из этого Сочетания Надо создать генератор булыжника Я не знаю Как его сделать Ребята Если вы знаете Как его создавать В этой игре В этом режиме То обязательно напишите мне Об этом в комментариях Я прочитаю И возможно В следующий раз Все-таки сделаю себе Генератор булыжника А пока что Сейчас давайте Докопаем дерево наше И отправимся уже В следующую игрушку Потому что Ну на Скайленде Долго Задерживаться Смысла Немного Особенно когда Ты не знаешь Как проходить его дальше Так что да Собираем дерево Я не могу собрать его Алло Что за баги Спустись вниз Ой ладно Пофиг короче Давайте Отправляемся В следующую игру Ну и Какая же Майнкрафтерская Сборка Обойдется Без самого Майнкрафта Сейчас мы Полетаем по миру Поищем Деревни Я все-таки Надеюсь Что я когда-нибудь Ее найду Надыбаю А Я Уже в деревне Ну блин Это я как вам и говорил Смотрите Деревня с зомби-жителями Она заброшенная Она погибшая Тут маленькие котики Бегают Так что да Эту деревню Мы уже не спасем Никак не восстановим Ничего с ней не сделаем Поэтому Смысла тут Тратить свое время Тоже не вижу Кстати А что это такое Ля Какая-то бочка Блин А я раньше не было в игре Напишите Кто знает Что это за бочка Такая была Я что-то вообще Не в курсе Так давайте Подлетаем вверх И летим искать Следующую деревню С этой мы прощаемся Она очень интересная По дизайну была Но к сожалению Она заброшенная И мертвая Это не есть хорошо И особенно для нас Так Что у нас там Я вижу что-то красненькое Это что лава В скале Да ну Не может быть такого Впервые вижу Чтобы вот так вот Лава разливалась В скале А хотя нет Так она может разлиться Это норма Так летим дальше Я просто думал Там озеро И озеро в скале Это что-то необычное Для Майнкрафта Обычно В нем Такого не происходит Итак давайте Под ускоренным Темпом Сейчас полетаем По миру Я уверен Мы сейчас Что-то найдем Не может быть Чтобы на Такое Гигантское Количество Блоков Была всего лишь Одна деревня Мне кажется Мы движемся Настолько быстро Что мир просто Не успевает Прогружаться Это стребно В любой момент Мы сейчас Можем вылететь Нас может залагать Игра И выкинуть Нас В менюшку И это будет Очень печально Если мы Вылетим Прям на моменте Когда найдем Деревню Так Ну пока что Ничего нет Блоки Очень медленно Прогружаются Наверное Это потому Что у меня Нок слабенький Если у вас Какой-то Мощный Айфон Или же Айпад То мне кажется У вас Не должно быть Таких проблем У вас Все должно быть Гладко и мягко Так Я куда-то На болото Вообще прилетел Мне кажется Это не то Место Где надо Искать Жителей И деревню Но Блин Вот вообще Ничего нет В округе Прям Серьезно Серьезно Ничего нет Да я не поверю Ну 4 курицы Пасутся Нормально Блин А деревни Нет Курица Игра мне Спавнит А деревню Не хочет Обидно Так Давайте еще Немножко пролетим Вот в эту сторону Так Блоки 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 Всякие Разные Объекты Абсолютно Неинтересные Неважные Ой Там утопленник Что ли Я что-то тут Видел Да Утопленники Причем Двое Два друга Что Вы не видели Деревню тут А почему там У утопленника Яйцо Какое-то Дружище Что у тебя в руке Яйцо Ребят Я что-то не знаю Об этой игре Это не яйцо Это какая-то Ракушка Ракушка Ну ладно Короче Остановимся На этом зомби С ракушкой Он мне кажется Достаточно Интересный Объект На этой карте По крайней мере Он единственный Объект Который нам Встретился За столь Долгое время Деревню Мы так и не нашли Но Хорошо Отправляемся В следующую игру Вот оно Вот оно Чего я хотел Куча жителей Гигантские здания Целый мегаполис Почему вот этого Нельзя найти в Майнкрафте Просто такой Летаешь Летаешь себе И Оба Натыкаешься На гигантское Количество Всяких Небоскребов Гигантское Количество Жителей Смотрите Как они радостно Пляшут Им весело Они прям Под музычку И под рекламу Тусят тут Так Возвращаемся В игру Да И как видите Очень Очень Классно Здесь В Крафт Вегасе Так давайте Я сейчас Подлечу Нам надо Найти что-то Новое Здесь Мы В прошлый раз Вроде как Весь город Здесь Облетели Хотя нет Вот в этой части Мы не были А нет Были Там школа Или нет Или общашка Это Неважно Короче Полетели вон в ту сторону Там какой-то Биг Бен Мы по-любому В него еще не залетали Давайте глянем Что в нем имеется Так Жители Трутся около него Видимо Они работники Этого заведения Так Danger Radioactive Тут радиация Что правда что ли Тут спавнер Стоит Жителей Понятно Откуда вы беретесь Так Что тут Waiting room Cafe Тут кафешка у нас Небольшая Но какая-то она Странная Очень много сидений В этой кафе Но абсолютно Нет никаких Скажем так Столиков Хотя столики Мне кажется Тут сверху Да Да Даже сверху Нет столиков Странное место Давайте Впадаем вниз Оба Хорошо Приземлились Прямо на ножки Так И что у нас здесь No entrance Не заходить Но мы зайдем Давайте посмотрим Что тут От нас скрывается Так Ооо Здесь защитники Здесь Големчики Ой Как давно я их не видел Надо Создать Попробовать Парочку големов Правда Не знаю Как это делается Если кто-то знает Напишите в комментах Я не помню Правда Как делать голема Вроде Помню что там Нужна Нет Хотел сказать Железная руда Но нет Там не железная руда Нужна Там нужны Именно железные блоки Тогда все получится Так Там мы были В прошлый раз Где еще можем полетать Ага Вот это здание Я еще не проверял Давайте зайдем в него Там какая-то табличка Кстати говоря есть Ага Hotel Brick Кирпичный отель Вроде как так Переводится Это все дело Ну да Смотрите Прям полноценный отель Здесь даже шкафчик есть С сундучками Так Здесь еще одна Жилая комнатка Судя по всему И да Дизайн Вот конкретно На этой карте Крафт Вегаса Проработан прям Более-менее адекватно Так что у нас тут Метро Серьезно Можно вот так вот С отеля спуститься Сразу в метро Жестко Так что на втором этаже Так на втором этаже Ну Немножко пустовато Но Также есть Шкафчики Также есть Стульчики Кухонка И еще одно Жилое помещение С таким вот Гигантским Кактусом Ладно Ребятки Давайте на этом Закончим нашу сборку Сегодняшнюю Очень классные Майнкрафт игры Как по мне Я сегодня подобрал Единственное Облажался с Лост Майнером Который так и не запустился Но думаю Как-нибудь пофигшу Проблему с ним И как-нибудь В следующий раз Мы в него поиграем Каждую из этих игр Вы можете найти В плеймаркете Если вобьете Ее название А если вам Какая-то игра Прям очень сильно понравилась Советую вам Немедленно Отправиться И скачать ее Напоминаю вам Что с вами был я Ваш Тойбой Я с вами не прощаюсь Увидимся В следующих видеороликах Субтитры сделал DimaTorzok